МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите городские новости Челябинск в деталях. В студии Вячеслав Ватутин. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Свежий асфальт, обособленные проезды, тротуары и газон. В Челябинске заканчивается ремонт крупной автомагистрали. Пельменский фестиваль отменили, Бажовский перенесли. Власти решили серьезно ограничить массовые мероприятия на природе. Никогда не бывала в Челябинске, но считает его родным. Правнучка известного большевика Мария мечтает пройтись по улице Евтеева. Сделать водоемы чище. Экологи предложили стратегию развития проекта по очистке озер и рек. В металлургическом районе Челябинска заканчивается ремонт крупной автомагистрали по программе «Безопасные качественные дороги». Здесь, наряду со свежим асфальтом, появятся обособленные проезды, тротуары и газон. И все это с опережением графика почти на месяц. Тему продолжит наш корреспондент. Еще в начале мая на проезжей части улицы Черкасской было сложно разогнаться до разрешенных 60 км в час. Теперь здесь уложено новое покрытие, установлены бордюры и начат ремонт тротуара. Сегодня ночью проезжала лаборатория комитета дорожного хозяйства, которая определяла коэффициент цепления и ровность покрытия. То есть по всем показателям данный участок прошел, поэтому мы подрядчику согласовали нанесение дорожной разметки. Также сейчас параллельно ведется испытание асфальтобетонной смеси на предмет уплотнения, водонасыщения и прочих параметров. И только после этого подрядчик получат деньги за выполненную часть работы. Общая цена контракта больше 70 миллионов рублей. Причем в эту же стоимость входит и благоустройство тротуара. Жителей металлургического района он беспокоит больше всего. Ведь пока здесь лежит щебень, передвигаться по нему практически невозможно. Будет производиться розлив на этой неделе, следом будет сразу укладка покрытия. Срок. Когда здесь будет покрытие? Начало следующей недели. Начнем делать. Вдорок. Здесь будет асфальт. Хорошо. Следующая неделя. Вместо ручной укладки используют техническую. Это позволит увеличить срок эксплуатации. Так же, как и на другом ремонтном участке, где использовали бесшовное асфальтовое покрытие. На данном участке укладка производилась от оси проезжей части двумя асфальтоукладочными комплексами. Это позволило нам избежать еще одного продольного шва на покрытии. Сейчас работы завершены на 75%. Окончательно выполнить контракт подрядчик обещает раньше заявленного срока, в конце июля. Вячеслав Ватутин, Владимир Котегов, Урал-1. Ничего лишнего, только главное новости дня одной строкой прямо сейчас. Челябинские антимонопольщики заинтересовались дорожным контрактом на 78 миллионов рублей. Речь идет о капремонте автомобильной дороги, устройстве уличного освещения и благоустройстве территории на улице Блюхера. Победителем конкурса стала компания «Уралавтодор». Жалобу в Уфас подал потенциальный подрядчик «Челяб-Горсвет». По его словам, условия закупки вводили в заблуждение участников конкурса, а организаторы не учли все подтверждающие квалификацию документы фирмы. Решение о правомерности закупки антимонопольная служба примет 23 июня. Челябинскую мэрию обязали выплатить более миллиарда рублей по долгам «Челяб-ГЭТ». Такое решение принял 18-й апелляционный суд. По словам юристов администрации, это поставит под угрозу бюджет, придется резать расходы по социальным обязательствам. Из указанной суммы 1 миллиард и почти 12 миллионов рублей – кредиторская задолженность перед налоговой службой. Еще 12,5 миллионов нужно начислить в пользу МУК «Челяб-ГЭТ». Предприятие, которое занималось трамвайными и троллейбусными перевозками, начало банкротиться в 2016 году. В 2020-м конкурсный управляющий подал заявление о привлечении к субсидарной ответственности администрации Челябинска и трех директоров предприятия. Но арбитражный суд привлек к ответственности только мэрию. Переболевших ковидом челябинцев приглашают на расширенную диспансеризацию. Она стартует 1 июля. В списке дополнительных обследований – сатурация, эхокардиография по показаниям КТ. Показаться врачам стоит даже тем, кто перенес коронавирус в бессимптомной форме. В рамках диспансеризации им предстоит сдать общий биохимический анализ крови, печеночные пробы, пройти ЭКГ и флюорографию. Для похода в поликлинику работающим южноуральцам положен 1 оплачиваемый выходной. Предпенсионеры и работающие пенсионеры могут взять на эти цели сразу 2 дня. Министерство культуры региона рекомендует воздержаться от поездки на Аркаим в день летнего солнцестояния. Традиционное место силы, где в это время черпают энергию паломники со всех уголков страны, может дать обратный эффект. Власти не исключают возможность третьей волны коронавируса. И археологический памятник может стать территорией повышенной опасности. Власти решили серьезно ограничить массовые мероприятия на природе. В связи с этим на днях отменили Эльменский фестиваль, а Бажовский перенесли на другую дату. Скорее всего, это август. Если эпид-ситуация нам позволит, то будем проводить. Очень на это надеемся. В любом случае, здоровье дороже всего, и жизнь человека ничем не измеряется. На сегодня я просто знаю, что глава города прислал письмо о том, что он планирует отменить фестиваль Бушуевский, который проходит на территории Златоустовского городского округа. Что касается концертов и выступлений в помещениях, пока на них запрет не наложен. Остаются ограничения заполняемости залов до 75%, соблюдение дистанции и масочный режим. Не стоит раньше времени расстраиваться и выпускникам. Школьные баллы, скорее всего, состоятся, но все будет зависеть от статистики заболевших. На сегодняшний день данные вновь поползли вверх. Бюджет Челябинской области пополнился за счет федеральной помощи. Депутаты регионального ЗАГС Собрания утвердили новые параметры главного финансового документа с учетом 2 миллиардов рублей, выделенных на покупку экологичного транспорта. Подробности в нашем сюжете. 2 миллиарда 300 миллионов рублей – это почти половина суммы, которую правительство России выделило четырем регионам по программе «Чистый воздух». В Челябинске 1 миллиард 900 миллионов пойдут на покупку полутора сотен газобусов. Еще 370 миллионов получит Магнитогорск на 10 новых трамваев. Надо сказать большое спасибо и благодарность губернатору, который провел результативную работу на федеральном уровне. Я это был свидетелем, когда мы были в Совете Федерации на днях Челябинской области в Совете Федерации. Он активно встречался и с Матвиенко, и с председателем правительства Мишустиным. На 12-м заседании ЗАГС Собрания подняли еще один финансовый вопрос – снижение ставки единого сельхозналога. Уменьшить ее в два раза с 6% до 3% на два ближайших года предложил губернатор Алексей Текслер в недавнем обращении к парламенту. Сэкономленные средства аграрии смогут направить на развитие своего производства. Мы видим, в прошлом году у нас были проблемы с урожаем в связи с засухой, и решение поддержать как раз сельхозпроизводителей на уровне региона были приняты такие. Сегодня данный закон мы утвердили на законодательном собрании. Знойным летом 2021-го парламентарии приняли еще один актуальный закон – о наградах для пожарных. Те, кто относится к региональным подразделениям, теперь могут дослужиться до звания «Заслуженный работник пожарной охраны Челябинской области». Для этого нужны определенные достижения и стаж не менее 15 лет. Каких-либо материальных стимулов не предполагается. Это чисто моральное поощрение звания «Заслуженного работника пожарной охраны». Кроме того, расширены меры социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны. Компенсировать проезд к местам захоронения родителей отныне будут всем, а не только инвалидам первой группы. Инна Львошина, Александра Мыльникова, Наталья Кудряшова, Владислав Шишмаренков, Урал-1. Сделать водоемы чище челябинские экологи предложили стратегию развития проекта по очистке озер и рек. Новые виды гидробионтов помогут уменьшить уровень гибели рыб. Как реализовать масштабный проект в регионе, узнал наш корреспондент. Вот так почти в домашних условиях эколог из Челябинского госуниверситета выращивает спирулину и хлореллу. Линейку водорослей Константин Короляков представил на совещании в Минсельхозе. И нами предложат таким образом линейка водорослей, с помощью которых можно заниматься биоманипулированием, то есть управлением цветения, развития водоемов, увеличение их продукции, кормовой базы. Хлорелла помогает бороться осенне-зелеными водорослями, которые становятся причиной гибели рыб, а спирулина отвечает за минерализацию соленых водоемов. На развитие экологического проекта в сумме ушло около шести лет. Но только содержать и выращивать в лабораторных условиях новые организмы сложно. Спирулина должна содержаться в тепле, должен быть обязательно кислород подаваться, также подливать среду питательную. Это обязательно, потому что когда идет прирост массы спирулины, нужны новые питательные вещества, то есть не будет прироста массы, если не добавлять среду. Теперь экологи ждут результатов из Министерства сельского хозяйства. Возможно, что разработка челябинских экспертов получит жизнь. Вячеслав Патутин, Илья Капелин, Урал-1. Министерство экологии расскажет горожанам, куда сдать мусор. Ведомство готовит большую справку, в которую разъяснит, какие предприятия и какой вид отходов сегодня принимает на переработку. О том, есть ли у челябинцев запрос на экологическое просвещение, как стать частью команды «Экодозор-74» и какое учебное пособие в сентябре получат ученики первых и вторых классов. Об этом не только моя коллега Инна Мельникова поговорила с гостем в нашей постоянной рубрике. И сегодня у нас в гостях начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области Марина Дымова. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что нашли время, заклинули к нам. Министерство экологии презентовало учебное пособие для младших классов по экологическому просвещению. Что это за проект? Это очень интересный проект, который разработан при участии ученых-экологов Челябинского государственного университета, при участии педагогов-ученых педагогического университета и общественными деятелями, которые у нас возглавляют Коэрационный совет при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии. Проект новационный, интересный. Для ребяток первых и вторых классов разработаны тетради по практической экологии. Присутствует региональный компонент, потому что всю экологию мы изучаем на основе Челябинской области, нашей природы, наших предприятий. И этот проект, к нему еще прилагаются учебные пособия для учителей, для того, чтобы они могли прочитать и вести занятия с ребятками. Планируется, что это будет вестись в неурочной деятельности. Проект сейчас находится в стадии завершения, готовится к изданию. Мы ожидаем, что с 1 сентября все малыши первых и вторых классов начнут у нас заниматься по этим тетрадям. Он так звучит очень современно. Это чем-то напоминает учебник по природоведению, который был у всех нас? Или это уже такое серьезное пособие, более углубленное изучение? Вы знаете, мы проанализировали существующие учебники. Очень много природоведения, очень много окружающего мира. Но понятие экология сегодня не так много присутствует, как нам хотелось бы. Поэтому были привлечены в первую очередь экологи-ученые. Вот в этом особенности этих тетрадей. Там будет очень много экологии. Причем для каждого возраста об одном и том же экологическом явлении будет рассказано с точки зрения восприятия его возраста. Как мне кажется, сегодня очень много делается по экологическому просвещению. Прямо мы даже не успеваем иногда отслеживать все инициативы, которые происходят в Челябинской области в частности. Вот если посмотреть на это с точки зрения экологического волонтерства, вот здесь насколько активно люди откликаются? Вы знаете, сегодня экологическое волонтерство в Челябинской области приобретает очень многогранный образ. Еще несколько лет назад, когда мы говорили «экологический волонтер», мы себе представляли некий обобщенный образ, совмещающий в себе, как правило, сотрудника коммунального хозяйства добровольного, который только собирает мусор. Сегодня экологическое волонтерство – это не про мусор. Сегодня это активная гражданская позиция, в том числе по экологическому просвещению. Вы знаете, люди, которые выходят сознательно с нами на наши мероприятия, они выходят не только для того, чтобы брать мусор, либо принять участие в какой-либо другой акции, они выходят для того, чтобы рассказать о своей позиции. Меня очень радует, что в этом принимает участие громадное количество молодежи. Министерство экологии сегодня работает активно во всех социальных существующих сетях, в Инстаграме, ВКонтакте. Мы очень много работы ведем для того, чтобы объяснить о том, как необходимо собирать мусор, и самое главное, почему это необходимо делать. Все, что касается сбора мусора и даже раздельного сбора мусора, более-менее понятно. А что касается переработки? Насколько активно предприятия у нас с этим мусором справляются? Вы знаете, сегодня довольно много предприятий начинает заниматься раздельным сбором мусора. Мы сейчас готовим большую такую справку, которую будем размещать во всех социальных сетях для того, чтобы жители знали, куда можно обратиться. Очень много предприятий сейчас занимаются, потому что уже пришло понимание о том, что это выгодно. Да, это понятие длинного рубля, потому что необходимо вложиться сейчас, а прибыль начнет получать не всегда сразу, но есть понимание у бизнеса о том, что это нужно делать, и за это им тоже низкий поклон. Еще одна большая тема, которую я хотела с вами обсудить, это поддержка экологических инициатив. Я имею в виду грантовую систему. Вот здесь как складывается работа с общественниками, и назовите примеры самых интересных, может быть, грантов, которые были разыграны за последнее время? Вы знаете, у нас непростая, конечно, история с грантовой поддержкой, потому что три года подряд Министерство экологии нам выделяло правительство, и мы миллион распределяли среди общественных организаций на реализацию экологических проектов. Но это были небольшие суммы, и, как правило, это было четыре, максимум пять проектов. И это именно были те организации, с которыми мы работаем. Последний год мы немножко поменяли подход. Мы стали заниматься консультированием общественных организаций и методическим оказанием помощи им для того, чтобы они разобрались, какие проекты будут экологически востребованы. И сегодня у нас при поддержке Министерства уже более 18 проектов реализуются. Это и проекты фондом президентских грантов, поддержанные, и губернатором. И совсем недавно у нас произошел очень интересный грантовый конкурс предприятия «Энгрупп», который разыграли три больших проекта по поддержке популяризации озера Тургаяк. Министерство уделяет большое внимание по спасению этого озера. И там будет очень интересный проект, один из проектов – виртуальное путешествие по озеру Тургаяк, по его туристическим экологическим тропам. Я считаю, что это очень важный проект, потому что люди, которые по возрасту, по своему физическому ограничению никогда не смогут попасть на озеро Тургаяк, смогут виртуально по нему путешествовать. Спасибо вам большое. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях был начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области Марина Дымова. А у меня на этом все. Я желаю вам отличного настроения и только хороших новостей. Москвичка Мария Евтеева мечтает пройтись по улице имени своего родственника, правнучка известного южноуральского большевика. Никогда не была в Челябинске, но считает его родным. Крохотный переулок, который раньше носил название Керосиной, появился в конце 19-го – начале 20-го века. Новое название Евтеева эта улица получила в 1957 году в честь руководителя отряда Красной Гвардии. Небольшой участок из двух кварталов прилегает к железной дороге, занимающей особое место в биографии Василия Ильича. Это улица Евтеева, от Свилинга пойти, и она упирается в такой маленький паровозик там стоит, а еще дальше, если перейти к трежнодорожной линии, то налево там будет вагонное депо. Но оно тоже построено до революции, так вот в вагонном депо как раз и работал вот этот Евтеев. Найдя работу в Свердловской области, Василий Ильич в Челябинск больше не возвращался. О том, что в столице Южного Урала есть улица имени ее семьи, правнучка большевика Мария даже не подозревала. Девушка живет в Москве, занимается монтажом российских комедий, блокбастеров и документальных проектов. Интересный факт о предке неожиданно всплыл во время обычного семейного разговора. Мы с дедушкой общались о нашей семье, зашла речь о прадеде. Он сказал, ты знаешь, что в Челябинске есть улица его имени, ну как бы наша улица. Я говорю, да ладно, серьезно. И он мне показал книжку про Челябинскую область. И там есть статья, фотография деда, история какая-то о его жизни. Участвуя в разных проектах, Мария постоянно общается с уроженцами Челябинска и старается узнать подробности об улице, которая носит ее семейную фамилию. Правнучка Василия Ильича Евтеева мечтает увидеть ее своими глазами. Долгожданная поездка на Урал случится в сентябре. Наталья Шмахаметова, Илья Капелин, Урал1. Без комментариев и лишних подробностей, новости одной строкой, прямо сейчас. От двух до двадцати тысяч рублей обойдутся челябинским абитуриентам подготовительные курсы в южноуральских вузах. Касается это выпускников техникумов и школьников из ближнего зарубежья. В ЮРГУ подготовка к внутренним вступительным экзаменам по русскому языку, математике и физике пройдет онлайн. Рисунок, черчение и творческий художественный проект абитуриенты будут осваивать очно. В ЧЛГУ подготовлен экспресс-курс на 24 часа в ПЕД-университете. За три тысячи рублей можно очно или дистанционно подтянуть все базовые предметы. От русского языка и математики до физики и общества знания. Самый низкий тариф в аграрном университете. 14 часов по одному предмету обойдутся в две тысячи рублей. Братьев и сестер в Челябинске будут зачислять в одну школу или детский сад независимо от места регистрации. Такой закон приняла Госдума. Ранее право приоритетного зачисления упиралось в вопрос прописки. Теперь же семье не нужно будет доказывать родство, братьев и сестер, общим местом проживания. По мнению авторов законопроекта, это улучшит не только финансовый, но и психологический климат в семье, а также снимет бюрократические барьеры. Более 30 раз выезжали на борьбу с огнем пожарные поезда на Южном Урале. Горячая пора 2021-го началась в середине апреля, а в основном возгорание тушили в полосе отвода железной дороги. Кроме того, спецпоезда оказывали помощь МЧС в ликвидации крупных пожаров, природных и техногенных. На днях такой состав работал на тушении склада вблизи ЧМК. Зачастую спецпоезда могут проехать туда, где нет дороги для автомобильного транспорта и доставить большие объемы воды – 180 кубометров. По объему – это 70 пожарных автоцистерн. Том Сойер Фест начинает консервацию домов в Нагорном квартале. Полсотни волонтеров ждут в субботу, 19 июня на российской 86. Форма одежды для пыльной работы, обувь обязательно на толстой подошве. Работы развернутся вокруг трех домов под номером 82, 84 и 86. Здесь нужно расчистить территорию, убрать мусор, внутри построек и демонтировать сгоревшие элементы, затем затянуть фасады сеткой, чтобы защитить их от мародеров, укрепить стропила и укрыть крышу баннером. После консервации организаторы проработают дальнейшую стратегию спасения домов. Счастливчик Максимка на работнике Увельского лесхоза спасли маленького лесного жителя. Это случилось, когда в питомнике подготавливали почву к летнему сезону. Невероятно симпатичного и обаятельного лисенка добрые люди в беде не бросили. Забрались с собой, чтобы растить в любви и заботе. Как живется Максимке в семье, расскажем прямо сейчас. Пока Макс резвится с любимым плюшевым мишкой, сотрудники лесхоза умиляются, глядя на него. Трехмесячный малыш только что пообедал и готов на подвиги. Тем более, что вокруг столько интересного, а самое главное, здесь никто не обидит. Лисенок в полной безопасности. К своему названному папе зверек очень привязался. Принес всему лесхозу радость, оживление. Как бы, не знаю. Это ягоза, просто весь лесхоз его любит, гладят. Привязался лисенок и к руководителю Увельского лесхоза Ивану Ромашенко, своему спасителю. Именно он нашел его среди молодых сосен. Впрочем, это взаимно. Сердце сурового мужчины, занимающего ответственную должность, тает, когда он держит на руках пушистого питомца. Сотрудники лесхоза предполагают, лисенок не из дикой среды, а из домашних, склонных к побегу черных лис. Возможно, и пришел в питомник из ближайшего дома, где и жил. Максим – парень с характером. Если не нравится сидеть на руках, пытается вырваться и убегает. Может слегка укусить и капризничает, если что-то делается не по его воле. Но в то же время ласковый и общительный. Любит играть, бегает по территории, знает свой кабинет. Если он устал, либо хочет убежать из кого-то, он бежит сразу в кабинет. Спаситель Максимки вспоминает. Около года в том же питомнике нашел любимицу всего лесхоза волчит Сузену, которой оборудовали личный вольер. Она стала живым символом лесхоза. А лисенок Максим теперь тоже символ. Символ дружбы человека и животных. Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. И сотрудники лесничества с Максимом и Зеной проводят значительно больше времени, чем дома. Они для суровых мужчин – вторая семья. Инна Левошина, Валентина Яковлева, Илья Капелин, Урал-1. С пяти лет на боевом посту Максим Летягин и Снежинска каждые выходные патрулируют дорогу вблизи своего дачного домика. Взрослые коллеги из городской госавтоинспекции помогли мальчишке стать еще ближе к мечте. О начинающем инспекторе ДПС наш следующий сюжет. Звезды на погонах, серьезный взгляд и самый настоящий жезл. Пятилетний Максим Летягин на боевом посту. Изучает изнутри работу ДПС и спуску никому не дает. Останавливаю, конечно, но вот некоторые вообще, которые, они, наверное, говорят, я такой крутой, проделовой. И потом они едут, нет горячей фары, я их останавливаю, а они не останавливаются. Регулировать движение возле своего дачного домика пятилетний полицейский выходит каждые выходные. Ребенок никогда не находится один на дороге, то есть постоянно с ребенком находится рядом и папа, и мама. То есть и ребенок, и родители знают, что дорога несет за собой опасность, поэтому все игры проходят только в присутствии взрослых людей. Работой в ДПС Максим заболел два года назад. Родители идею подхватили, записали сына в кружок юных инспекторов движения и подарили ему специальный костюм. К четырем годам он знал знаки, практически все, которые стоят на дороге. Знал движение автомобилей, пешеходные переходы, как правильно двигаться. Если он где-то видел право нарушения, он говорил, делал замечания. Он всегда с интересом наблюдал, если вдруг нас останавливали для проверки документов, он всегда очень внимательно наблюдал, как это происходит. То есть он не пугался, ему наоборот было это очень интересно. Везде, где стояли на мероприятиях, где дежурили сотрудники полиции, ДПС, то есть неважно, спецмашины, он всегда подходил и заинтересованно разглядывал, а что же там внутри. Через соцсети о юном коллеге узнали полицейский Снежинска. На боевой пост к нему приехал начальник госавтоинспекции майор Эдуард Злоказов. Мальчика пригласили в служебную машину, показали спецтехнику. Например, при помощи какого прибора определяют чрезмерную тонировку и как проверяют на планшете наличие неоплаченных штрафов у водителя. Проверка связи. Начальник ГИБДД вручил Максиму подарок на память и пожелал не отказываться от своей мечты. Инна Львошина, Александра Мыльникова, Урал-1. Вы смотрели городские новости Челебенск в деталях. Я же с вами прощаюсь. До встречи на Урал-1. Одежда ведущих предоставлена салоном Манго-мен.